Чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук. Сказочные персонажи, в которых на время превратились сотрудники детского сада, поднимали праздничное настроение. Пёстрое и яркое здание выделяется на фоне окружающих многоэтажек. На территории расположены прогулочные площадки с верандами и малыми архитектурными формами. Первые впечатления от сада у родителей только позитивные. Всё красиво, всё хорошо, ярко. Я думаю, детям должно понравиться. Ну а внутри что ожидаете? Внутри, ну конечно, всё новое. Детский садик всё-таки новый. Ну, наверное, все яркое, такое же, как и сам садик, разноцветное, красивое все. Не только красивое, но и безопасное. Все площадки оснащены мягким покрытием. Территория детского сада имеет надежное ограждение. По периметру здания установлена система видеонаблюдения. Пенсионерка Надежда Геннадьевна Адамчук привела в сад внука Гришу. Признается, теперь хлопот с маленьким непоседой станет поменьше. Мама с папой у нас на работе, очень заняты, мама не могла отпроситься. А бабушка с ними всегда. Куда же. Сейчас полегче стало быть будет? Ну, разумеется, мы лето дома сидели. Спасибо, что новый садик близко к дому, и дай бог, что все хорошо было. Возводить трехэтажное здание начали в 2016 году, но из-за финансовых проблем застройщика строительство было приостановлено. Благодаря усилиям администрации Ленинского городского округа работы были возобновлены в прошлом году. И вот детский сад встречает первых маленьких посетителей. Он здесь нужен. Я не сомневаюсь, что он станет теплым, уютным и радостным. Жизнерадостным для детей. Ну, и я не сомневаюсь, что это очень порадует мам, которые вот сейчас стоят, улыбаются, потому что у них будет чуть-чуть больше свободного времени на себя. Из рук представителя застройщика, директор 7-й видновской школы, в структуру которой войдет новое дошкольное учреждение, получила символический ключ. Красную ленточку вместе со взрослыми, которые сделали все, чтобы сад заработал, перерезали и его маленькие хозяева. После окончания официальной части гостей пригласили на небольшую экскурсию. В учреждении создана безбарьерная среда. Имеются пандусы, установлен пассажирский лифт и отдельная туалетная комната. Детский сад рассчитан на 15 групп, которые будут посещать 280 детей. На первом этаже здания оборудованы медицинский кабинет и пищеблок, где гостям предложили пирожки. Детей в саду обещают кормить вкусно и полезно. Каждое групповое помещение укомплектовано мебелью, индивидуальными шкафчиками для одежды, кроватями. Есть здесь и спортивный зал, и помещение для музыкальных занятий. Общая площадь здания почти 6000 квадратных метров. И все устроено так, что здесь можно проводить и различные дополнительные занятия. Можно также использовать эти помещения для привлечения других специалистов, для развития детей в других направлениях. и зарабатывать на этом деньги для того, чтобы вкладывать деньги в развитие детского сада. Максим Козлов, Александр Логинов, Гульнара Балаева. Видное ТВ.